В прошлом году ураец Ильшат Файзулин переболел коронавирусной инфекцией. Целую неделю держалась температура по 38, сбить её не получалось. На месяц пропало обоняние и вкус. После выздоровления мужчина долго не решался пройти иммунизацию. Лишь спустя полгода поставил полезный укол. Изучив плюсы и минусы, посмотрев статьи научные, выслушав мнение наших врачей, докторов, всё-таки решился сделать прививку, посмотрев на опыт своих знакомых, которые также сделали прививку. Не было у них никаких последствий. Прививку перенёс хорошо, говорит Ильшат. После введения первого компонента была небольшая температура, а после второго укола и вовсе чувствовал себя прекрасно. Нет, не жалею, что поставил прививку. Всем советую, чтобы не было никаких осложнений. В будущем, не дай бог, заболеть снова. Тем более у нас болезнь эта не отступает и не проходит. Кто-то изучает научные статьи. Прежде чем принять решение для других, важно обсудить этот шаг со своей второй половинкой. Супруги Малахевич Николаевы в Лангипасе всего несколько месяцев. Переехали из другого города Югры. К общему мнению, пришли быстро, на то есть причины. Антония – журналист, Сергей – сотрудник МЧС. И, конечно, на новом месте новые знакомства, новое окружение. Такие перемены в период пандемии, естественно, подвергают риску. И речь уже идет не только о собственной безопасности, но и о здоровье семьи. Полгода назад переболел коронавирусом. Неприятные ощущения, до сих пор ощущаю последствия. Не чувствую ни вкуса, ни запаха. Решил то, что нужно привиться. Да и тем более работаю в МЧС, и большой коллектив у меня. И как-то из-за людей переживаю, и за себя, и за свою семью. Поэтому решил, что нужно привиться. Судьба так распорядилась, что мои родители – медики. Мама – терапевт, отец – невролог. Поэтому я с детства знаю о том, что вакцинация, любая вакцинация – это один из самых действенных способов против инфекции. Ну и, собственно, моя профессия предполагает общение с большим количеством людей. Поэтому, само собой, как только появилась возможность, я сделала обе прививки. Некоторые откладывают вакцинацию в связи с тем, что находятся далеко от дома. Гостят в другом городе. Хотя на самом деле это вовсе не причина. Жительница Магнитогорска Елена Соловьева временно в Покачах. Она тоже долго думала, прежде чем обратиться в больницу. Боялась, что без местного полиса страхования пройти процедуру невозможно. Однако получить иммунитет от COVID-19 бесплатно вправе абсолютно все. В прошлом году приехала к дочери. В декабре месяце вот задержалась. Собиралась домой уехать, в Челябинскую область. Ну, как-то припоздилась просто. Задержалась здесь. И вот сделала вакцину себе. Потому что все равно надо сделать. Прививку надо было сделать. Сложностей не возникло, как и все остальные. Елена Соловьева получит прививочный сертификат. Ну, все, на послугах сегодня посмотрите. У вас придет. Они попили прощения. Уже сегодня с утра сделали обращение. Что она мне еще заполняет. У вас сегодня прививка. Не забудьте. Вакцинация – осознанный выбор Елены. Она хочет защитить себя от последствий инфекции. Коронавирус обостряет течение хронических заболеваний. В наших городах сегодня сделать прививку можно не только в дневное время. В Урае 117 кабинет взрослой поликлиники работает с 8 утра до 10 вечера ежедневно без предварительной записи. А в эту субботу желающих вакцинироваться ждут на парковке около храма Рождества Пресвятой Богородицы с 8 до 10 вечера. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В Лангипасе пройти иммунизацию с 19 до 23.00 можно в приемном покое. В городской больнице Покачей врачи принимают до 10 часов вечера. В Когалыме 129 кабинет работает также до 22.00. Продолжают функционировать мобильные пункты. Анастасия Плюснина специально для программы «Вместе о главном». Продолжают функционировать мобильные пункты. Продолжают функционировать мобильные пункты.